Дорогие друзья, сегодня у нас будет видео посвящено причинам ускоренного семи извержения. Мы уже и так его обсосали, и эдико его обсосали. Но остается такой немой крик у пациентов. Но почему у меня это? Почему у всех нет, а у меня оно есть? Итак, давайте с вами поговорим о естественных причинах ускоренного семи извержения. Итак, к естественным причинам относится длительность воздержания. То есть чем дольше воздержание, тем быстрее первый раз или серия первых разов. То есть если, например, у вас все время был секс через день, а тут что-то там то одно, то второе, и у вас там недельное было воздержание, то следующий секс у вас будет более короткий. А вот если, скажем так, вы, к примеру, работаете на подводной лодке, ушли на 6-месячную вахту, даже помастурбировать негде, все время на виду, все время там другие люди, все время там работа какая-то, да, и просто на 6 месяцев вы, ну, про это забыли. А потом вернулись на берег, а там вас ждет прекрасная жена с распахнутой навстречу вагиной, вот. И вы, наконец-то, вы соединились в долгом соитии, ну, думали, что в долгом соитии, то у вас несколько первых разов могут быть комом, пока вы не раздуете функционал своей сексуальной системы, пока вы не раздуете простату, пока вы не восстановите свои, скажем так, возможности. Поэтому длительность воздержания – это естественная причина короткого полового акта. Следующая естественная причина – это психологическая степень, психологическое возбуждение. Ну, какая девушка фантастическая вам дала, вы там всю жизнь о ней мечтали, боялись подойти, встречались то с Люсей, то с Мусей, а, наконец, вот клава вам дала, и вы так-так сильно ее хотели, что прям еле-еле донесли. А следующая естественная причина ускоренного всем извержения – алкоголь. Алкоголь извращает наши реакции, алкоголь вступает в конкурентную борьбу за рецепторы удовольствия, с оргазмом, с сексуальным возбуждением. Поэтому алкоголь может как ускорять половой акт, так и удлинять. Если хотите нормальный половой акт, исключите алкоголь. Следующая естественная причина – это презерватив. А презерватив, некоторые говорят, с презервативом сексом заниматься, все равно, что нюхать цветы в противогазе. На самом деле, обычно так говорят те, кто сексом не занимается. Потому что те, кто занимаются сексом, они вам скажут, что с презервативом сексом заниматься точно так же, просто чуть-чуть по-другому. По-другому это не значит хуже, и это не обязательно лучше. Это просто по-другому. Это не хуже, не лучше. Это по-другому. И, соответственно, вот эта потеря фуры на адаптацию к чуть другим ощущениям. Например, все время с женой занимался сексом в презервативе, а тут такая дама, на всякий случай, оберегая ее и свою жену, надену презерватив. И тут у вас чуть другие ощущения. Все, вы будете чуть дольше. Следующая естественная причина – это поведение партнерши. Поведение партнерши может быть трех видов. Бревно – естественная активность сладострастия и лукавая активность сладострастия. Ну, с бревном все понятно. Используем женщину как тренажер для секса, как куклу с отверстием. Ну, что поделаешь, такие женщины бывают, и не все они одиноки. Кто-то из них и замужем. Следующий вариант – это естественная активность сладострастия у женщины, у девушки – это когда она реально честно возбуждена, реально честно, скажем так, вас хочет, да, торопит события, ее разрывает от возбуждения, да, и она вас торопит и говорит, а, давай, давай, а то сейчас умру, давай, сделай уже что-нибудь, окончай. Вау! Понеслось, да. Такое может быть, может быть, такое может быть у вас, такое может быть у нее, такое может быть у вас по очереди, такое может быть у вас одновременно. В общем-то, это ваше дело, мы вам здесь вот все только аплодируем стоя. Но нас в аспекте ускоренного семейзавержения больше всего интересует лукавая активность партнерши. Это когда она ничего не чувствует, но она усвоила, что с мужчиной нужно показывать определенную сексуальную форму, быстро менять позы, быстро реагировать, где ему надо там пососать, подрочить или там каким боком повернуться. Да, и обязательно нужно уходить от тематики бревна. То есть нужно подмахивать задом, нужно там изгибаться, выгибаться, как-то особо дышать, подстанывать. В общем, всячески помогать мужчине эмоционально прийти к финалу. Да, мужчина видит, что она сейчас прям умрет, так стонет. Ну и давай там быстрее наяривать. Вот, как правило, женщины синхронизируют свои вот эти знаки лукавые подстанывания и так далее с усилением фрикции. Они чувствуют, что мужчина уже стремится к финалу, начинают больше ему помогать. Вот, и мужчина быстро кончает. Как правило, о такой лукавой чувственности есть две причины. Первая причина – это представление женщины о том, что такое хорошая сексуальная форма. Несексуальная успешность. Такие женщины, как правило, далеки от представлений о сексуальной успешности, потому что они ничего не чувствуют. Поэтому их беспокоит именно форма, не содержание, а форма, сексуальная форма. Мужчина посмотрит, скажет, ну она ничего, вон как она тут, шик-шик-шик, все там, знаете, там переделала ручки. У нее шаловливые губки, у нее такие бессовестные. Замечательная женщина, молодец. При этом он остается в неведении относительно того, что она ничего не чувствует. И для такой женщины является выигрышем то, что ее воспринимают как хорошую любовницу. Она в хорошей сексуальной форме. И вторая причина лукавой сексуальной активности – это скорость полового акта. Вы хотите подлиннее? Ну, извините, а женщина хочет побыстрее. Потому что чем быстрее она свой номер исполнит, чем быстрее она покажет вам, какая она крутышка, тем быстрее это испытание для нее закончится. Закончится победа, она поставит галочку, она преуспела, она была на высоте. Поэтому она будет вам махать задом столько, сколько нужно, чтобы вы кончили быстро. У вас не разные цели. Вам хотелось бы как-то растянуть, как-то более качественно процесс произвести. А она будет делать все, чтобы вы пришли к финалу побыстрее. И у ускоренного семиизвержения есть неестественные причины, то есть патологические причины. Это синдром парацентральных долек. Здесь мы на нем останавливаться не будем, потому что к этому посвящено у меня отдельное видео. Это синдром тревожного ожидания сексуальной неудачи, когда вы отвлекаетесь от сексуальной доминанта на всякие мысли. Там вдруг сейчас эрекция пропадет, вдруг сейчас у меня ничего не получится, как обычно. Вдруг она видит мои сомнения, вдруг она чувствует, что как бы я могу все испортить и так далее. Сюда относятся обострения хронических воспалительных заболеваний, например, простатита. Не всегда простатит является причиной ускоренного семиизвержения, а в моменте обострения. Обострение простатита может сопровождаться изменением чувствительности нервных окончаний. И, как правило, за счет такого болевого синдрома, там может быть боль при мощном спускании, боль внизу живота, боль по ходу канала. Вот эта боль, она может опять же отвлекать от сексуальной доминанты, приводить к стертости или извращению ощущений. Она вас ласкает, вам вроде даже эрекция есть, но вам не столько больно, сколько даже неприятно от того, что она вас ласкает. Вот это обострение простатита. Что здесь есть позитивного в решении этой проблемы? То, что эта проблема у вас имеет начало, то есть, например, вот я вот такого числа пошел на рыбалку, сильно замерз, или там я на улице пописывал, было холодно, у меня ноги были мокрые, я почувствовала, что я что-то очень долго писаю, сильно там промерз, перемерз, и, в общем-то, переохладился. У вас есть начало, у вас есть анамнез заболевания, и когда вы пролечиваете простатит, с ним уходит и проблема ускоренного семиизвержения. То есть, если эта проблема вас волнует с начала вашей сексуальной жизни, это не относится к простатиту. И к неестественным патологическим причинам относятся корешковый синдром, неврологическая симптоматика, когда у вас там какая-нибудь грыжа, поясничный крестовый отдел, крестовый, когда у вас там какой-нибудь ишиаз и так далее. Это нужно идти к неврологу, к мануальщику, к остеопату, на вытяжке, закачивать спину, массаж, плавание и так далее. Что бы хотелось сказать в заключении этого видео. С проблемами ускоренного семиизвержения обращается 5% мужчин, которые быстро мастурбируют, типа, доктор, помогите, я боюсь устроить отношения, вдруг женщина, ну, решит, что я какой-то ненормальный, у меня быстрый финал. Да, то есть они приписывают свою сексуальную заторможенность и свою тревожность, а такой причине, как ускоренное семиизвержение, ни разу не попробовав. И процентов 95 приходят вот с такой историей, типа, я 10 лет в браке, но в последнее время у нас отношения обострились, и женщина говорит, что я ее не удовлетворяю, я и сам знаю, что я скорострел, спасите мой брак. Дорогие друзья, если вы 10 лет, да, или там 15 лет, живете половой жизнью с определенной скоростью семиизвержений, и это всегда всех устраивало, и вы как-то решали этот вопрос, а тут вдруг что-то обострилось, то ищите, ищите на самом деле другую причину. Причина в отношениях, причина в личной неудовлетворенности этой женщины с жизнью, с собой, и решайте эти проблемы комплекса, не валите все на скорость семиизвержения. Причина в отношениях, причина в отношениях, не валите все на скорость семиизвержения.